Среднепоздний гибрид, венциационный период у него до 117 дней, но из практики показывает, что он немножечко так дней, может на 3, он позже, чем фантастия. Достоинство этого гибрида, в принципе, он ближе к Ромео. Гибрид этот также пластичный, то есть гибрид и достоинство еще какое у него. Гибрид этот высокомасличный, то есть у него стабильно по годам масличность 53 доходит до 55%. То есть гибрид этот высокомасличный. То есть тот, кто не боится, и в принципе, там, где есть возможность, то есть нет проблем с заразихой, потому что гибрид, как и фантазия, как и ферекс, гибрид, как и террасовый этот, нет проблем с заразихой, можно высевать. Урожайность можно посмотреть. Вот здесь опять оно на уровне 100 стандарта, то есть он стандарт догоняет. Ну здесь немножечко он прослаживается, и опять здесь показатель еще выше, чем у предыдущего гибрида. Опять здесь вот стандарт по урожайности производства. В целом среднюю урожайность, можете посмотреть по областям. Коротко хочу оговориться, заметили такой нюанс касательно заразихи. В стрессовых условиях этого года, то есть отсутствия онлайн, хотя линейка идет вся, допустим, вот те, что я гибриды перечислил, кроме премии, она идет все пятерасовые, но мы наблюдали, что при засухе, при засухе Наполеоно активнее заразихой поражались интенсивные гибриды. То есть более, если брать по технологии сумму, более активно поражался 496, чем 498, вот, и более поражалась, более интенсивно поражалась фантазия. То есть гибрид интенсивный испытывает больше стресса по отношению к засухе, поэтому привлекает в себе, ну, заразиха его поражает активнее. Давайте теперь о новинках. 60-44. Гибрид раннеспелый, интенсивный период, у него порядка 95 лет. Достоинства этого гибрида. Мы достаточно долго искали гибрид именно, который бы был раннеспелый, то есть который подходил бы и для юга, и для северо-запада Украины с коротким интенсивным периодом, но который бы не сильно снижал урожайность. Вот у 60-44 есть такая особенность, то есть, ну, понятное дело, что он не сможет дать 50, потому что урожайность его 30-36 центнеров, в принципе, можно получить. Главное достоинство этого гибрида. Короткий период от сходов до цветения, то есть порядка 40-10 дней. То есть он зацветает сама раньше, отцветает, естественно, сама раньше и дальше идет налив. Это позволяет ему в большинстве случаев уйти от негативных условий среды, вот это засуха, жара во время цветения. То есть отсюда и недоналив, то есть и недоопыленность, там, стерильность пыльцы, простите, стерильность пыльцы. Вот, от таких факторов это, как правило, ему позволяет уходить. Это не значит, что это, как бы, это панацея, это всегда так получится. Плюс, 95 дней литационный период позволяет достаточно, ну, гибрид созревает рано, можно получить ранний подсолнечник и должным образом подготовить почву подозимую. То, у кого подсолнечник является предшественником подозимого. По урожайности, опять, то, что я говорю, в принципе, он на демо до 36 центнеров, он потенциалом своим обладает.